Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами поговорим об особенностях организациях коррекционно развивающей работы с детьми в условиях дистанционного обучения, а в частности о работе с детьми с расстройствами аутистического спектра. Какова же основная цель психолого-педагогического сопровождения? Это создание условий для развития и реализации внутреннего потенциала детей с расстройствами аутистического спектра, оказание комплексной психолого-педагогической помощи в процессе интеграции в образовательную и социокультурную среду, и, что важно, в освоении образовательной программы. Остановимся на остальных задачах психолого-педагогического сопровождения. Это определение индивидуальных способностей ребенка, определение особых образовательных потребностей данных и категории детей, определение и создание специальных условий, оказание помощи в адаптации, социализации обучающихся с рас, индивидуализация содержания организации и методов образования и коррекционной помощи, коррекция специфических нарушений и формирование жизненных компетенций, оказание консультативной и информационной помощи по вопросам обучения и воспитания родителям детей с расстройствами аутистического спектра и мониторинг динамики развития обучающихся детей с РАС. Какова же должна быть предварительная работа? Безусловно, перед нами стоят новые задачи, и мы должны проконсультировать родителей, выбрать оптимальный формат, в котором мы сейчас готовы работать, выбрать платформу, на которой мы готовы работать, определить оптимальное время, в котором будет комфортно и семье, и ребенку с расстройствами аутистического спектра, выбрать материалы для занятий и необходимые ресурсы дополнительные, на которые родители могут обратить внимание. Если вы реализуете какие-то программы для родителей, в частности для родителей детей с аутизмом, которые только столкнулись с этим диагнозом, то вы тоже должны поставить перед собой следующие вопросы. Стоит ли продолжать такую работу в дистанционной форме? Если вся группа согласилась вести работу в этом формате, то определить платформу и время проведения, а также график индивидуальных консультаций для родителей, ведь им тоже важно оказывать индивидуальную поддержку. направление практической работы. Остановимся на основных. Это адаптация среды под потребности ребенка, использование визуальной поддержки, повышение мотивации к учебной деятельности, формирование учебного поведения, использование подсказок, формирование коммуникативных, социальных и бытовых навыков. Как же мы можем структурировать среду дома? Что важно? Важно выделить зону для учебной деятельности, зону для игровой деятельности и зону для сенсорной разгрузки. Важно систематизировать материал для того, чтобы материалы были доступны и понятны для ребенка, расположены в удобных контейнерах и было понятно, где находится учебный материал, а где находятся игровые материалы. И обязательно контроль поощрения. Все поощрения должны находиться под контролем родителей. Так может выглядеть структурирование пространства дома. Можно оформить детскую комнату и соблюдать самые главные правила. Это упорядоченность, постоянство и умеренность для того, чтобы сенсорная среда была комфортна для ребенка. Какие же мы можем дать рекомендации родителям? В первую очередь это использование визуальной поддержки, а в частности визуального расписания. Визуальное расписание это система, которая позволяет выстроить определенную последовательность действий и помогает ребенку мотивировать переход от одного вида деятельности к другой. И задачи, которые решает визуальное расписание, это развивать у ребенка сразу гибкость и самостоятельность, предупреждать о предстоящих изменениях, способствовать снижению тревоги, облегчать переходы от одного вида учебной деятельности к другой. Перед вами пример визуального расписания. Это набор определенных заданий и галочки, которые ребенок получает за выполненные задания. Но расписания бывают разные и вы подбираете его индивидуально под особенности ребенка. Что еще важно использовать? Это выбор поощрений, потому что именно правильно выбранное поощрение помогает мотивировать ребенка на учебную деятельность и снижает проявление нежелательных форм поведения. Если вы выбрали поощрение правильно и вовремя его предоставили, то успех вам обеспечен. Какие же бывают формы поощрений? Это съедобные поощрения, сенсорные поощрения, материальные, какие-то виды активности и социальные похвала. Если на данный момент ребенок тяжело работает за социальное поощрение по хвалу, то мы сочетаем в паре с каким-то значимым поощрением. Если вы даете ребенку игрушку, то мы сопровождаем это социальным поощрением тоже. То есть мы даем ребенку игрушку за выполненное задание и говорим «молодец, умница, ты справился». Остановимся на адаптации учебного материала. Что важно? Чтобы материалы были доступными, структурированными, адаптированными и имели дополнительные инструкции для родителей, потому что родители не учились на педагогов, но именно они сейчас главный проводник образовательного процесса в жизни ребенка с особыми образовательными потребностями. Существует несколько способов адаптации материала. Это упрощение инструкции к заданию, когда мы разбиваем большие и сложные инструкции на короткие, понятные ребенку шаги, дополняем их пиктограммами, на которых изображены те действия, которые ребенку необходимо сделать. Это дублирование устных инструкций письменными, это индивидуализация стимульных материалов, когда мы используем специфические интересы ребенка для того, чтобы мотивировать его на учебную деятельность, это минимизация двойных требований и упрощение содержания заданий. Перед вами пример, как можно адаптировать текст для работы с ребенком, но мы должны учитывать, что не у каждого родителя дома может оказаться принтер, поэтому мы делаем адаптированный материал в том формате, который будет доступен для родителя, и если это необходимо, то мы его делаем в интерактивном форме. Сейчас мы увидим пример видеоинструкции, который можно демонстрировать родителю для работы с ребенком дома. Добрый день, уважаемые родители! Сегодня расскажу о одном задании из тематического комплекта игрушки, что же можно делать с этой полкой. У нас есть игрушки, есть элементы к этой полочке, и мы можем давать следующую инструкцию. Поставь мяч посередине, посади куклу над мячом. Поставь мишку под мячом. Поставь юлу слева от мяча и так далее. То есть справа, правый верхний угол, левый нижний угол. То есть можно давать абсолютно разные инструкции. Когда у нас поле заполнено, мы можем задавать вопросы ребенку, что находится в определенном месте, что находится между мячом и машиной, что находится между юлой и пирамидой, что находится между кубиками и машиной, что находится в правом верхнем углу, что находится в левом нижнем углу. То есть позадавать вопросы по этому полю. Можно давать инструкции с отрицательными частицами то есть частицы не когда мы просим ребенка например поставь над мечом не куклу или поставь под мяч не мишку и не машину можем просить ребенка заполнить полку одинаковыми предметами поставь на верхнюю полку всех кукол ребенок рассаживает кукол поставь на нижнюю полку мечи поставь между куклами и мечами машины с этим же полем можно поработать в игру чего не стало посмотри запомни закрой глаза чего не стало это такой простой вариант где есть куклы машины и мечи легко угадать а можно поработать с полем заполненными разными игрушками и позадавать такие же вопросы можем пропросить заполнить поле самостоятельно заполняет поле взрослые разными игрушками и задаем вопросы что находится в определенном месте а если у вас дома нет возможности сейчас распечатать а тем более за ламинировать то можно взять простой лист расчертить его от руки не обязательно это чтобы было красиво выбрать какие-нибудь игрушки мелкие а я думаю что в каждом доме найдутся какие-то игрушки и поиграть вместе с ребенком в те же самые инструкции в посаде ппу посередине поставь кубик над ппп поставила себе под ппп то есть и поиграть с различными игрушками в ту же самую игру вы видели пример который можно давать родителям в качестве видео инструкции но если ваш ребенок уже читает и вам надо сделать интерактивное задание для такого ребенка то вы тоже можете дать презентацию родителям и рассказать как с ней работать здрасте уважаемые родители небольшая видео инструкция как поработать можно с интерактивной презентации фразы с прямым дополнением так выйдет выглядит первое задание что мы делаем читаем фразу подбираем картинку и и задаем вопросы кто мальчик ребенок самостоятельно переставляет или мы ему помогаем что делает читает что книгу а теперь вместе мальчик читает книгу на втором слайде мы видим изображение мальчика читающего книгу есть пиктограммы опорные и ребенок составляет предложение кто мальчик что делает читает книгу и так работаем с остальными карточками помним что ребенок не должен долго находиться возле компьютера необходимо делать перерывы гимнастику для глаз и обязательно какие-то динамические паузы удачи такие небольшие инструкции помогают родителям лучше справиться с заданием дать правильную инструкцию ребенка и чувствовать успешным и ему и ребенку поэтому хочется пожелать всем удачи в режиме дистанционного обучения находить коллег которые готовы вам помогать и сотрудничать воодушевляться различными методическими материалами и не забывать что дистанционное обучение дает много новых возможностей в том числе и для формирования жизненных компетенций у детей с расстройствами аутистического спектра большое спасибо